В рамках реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности законодательного собрания края совместно с администрацией Краснодарского края на протяжении 10 лет организуют ежегодный краевой конкурс детских рисунков «Дети Кубани берегут энергию». Славянская первоклассница Алиса Братко заняла в нем первое место. С юной художницей пообщались наши корреспонденты. Цель этого конкурса – пропаганда энергосбережения среди подрастающего поколения, привлечение внимания школьников к теме ресурсосбережения, рационального использования энергетических и природных ресурсов, стимулирование развития креативного мышления и творческого самовыражения. Алиса Братко заняла первое место в номинации «Альтернативные источники энергии» в возрастной группе от 7 до 9 лет. Ее рисунок отображал альтернативу тем объектам, которые вредят окружающей среде. К примеру, замене обычному транспортному средству Алина предложила солнцемобиль. «Я нарисовала солнце, которое заправляется машиной. Мне мама помогала чуть-чуть. У нее было нарисовано облачко, которое дует на паруса». Мама Алисы Анна Братко признается, что особого значения конкурсу не придали. Хотели просто поучаствовать. Когда узнали, что рисунок Алисы занял первое место, были приятно удивлены. «Я горжусь своим ребенком, что она у меня проявила себя. Только пойдя в первый класс, я думаю, что мы будем развиваться в дальнейшем». Награждение победителей конкурса проходило в Краевой столице. В здании Законодательного собрания Краснодарского края в торжественной обстановке из рук губернатора Кубани Вениамина Кондратьева свои награды за первые места получили три участника, в числе которых и героиня нашего сюжета Алиса Братко. Классный руководитель Алисы Нина Мазилова говорит, что сразу заметила способности девочки. И не только в изобразительном искусстве. «Алиса была заметна уже как ученица с первого урока, потому что она всегда слушается, всегда отвечает на поставленный вопрос и делает все это грамотно. Она на каждом уроке ведет себя очень активно, ну и в том числе она очень хорошо рисует у нас. Это как бы замечали не только я, но и ее одноклассники». Вот и зажглась еще одна маленькая звездочка среди школьников Славянского района. Возможно, читатели газет и телезрители еще не раз услышат фамилию Алисы. Ведь впереди наверняка ее ждут большие успехи в различных начинаниях. Тина Копачевская, Игорь Иванчугов, программа «События». Славянский район. Славянский район. Славянский район. Славянский район. Славянский район.